Всем привет! Мы много говорили о безопасности и говорили о том, что в телефоне все должно быть максимально секьюрно. И очень радовались тому, что когда вышел iPhone X, он работал по такому принципу, что он показывал на экране просто уведомление, там было написано у вас одно сообщение Telegram, одно сообщение WhatsApp и тому подобное. И чтобы прочитать это сообщение, надо было посмотреть на экран, чтобы Face ID вас распознал и разблокировал экран. Тогда на экране появлялось само сообщение. И вот пришло время понять, в чем уязвимость этой функции. Оказывается, если попросить Сири зачитать сообщение, но оно пришло не через iMessage или это необычное смс-сообщение, то в этом случае она его зачитает. Я вообще покажу, как этот процесс работает. Вот на телефон пришло уведомление через Telegram. Написано просто, что есть одно уведомление. Чтобы его зачитать, я могу сказать «Привет, Сири! Зачитай мое уведомление!» У вас есть уведомление программы Telegram. Саня Богданов, привет, как дела? Это все. Она зачитала мое уведомление. А теперь посмотрим, в чем же, собственно, уязвимость этого процесса. Мы попробуем, чтобы кто-нибудь другой попытался спародировать мой голос, потому что Сири все-таки должна знать мой голос и работать только на него. Он спародирует мой голос и попросит зачитать мои уведомления. Поскольку мой голос Сири знает и она настроена на него, теперь попробуем, чтобы кто-то другой попросил ее прочитать это сообщение и посмотрим, что получится. «Привет, Сири! Зачитай мои уведомления!» У вас есть уведомление программы Telegram. Саня Богданов, пин-код моей карты 5647. Это все, что у меня есть. Вот так можно получить важную информацию о другом человеке, который поделился с тобой пин-кодом. Вот как это работает. Получается, что секьюринс не на таком уж и высоком уровне. Правда, единственное, если прошло несколько сообщений, например, одно сообщение в Telegram, одно сообщение в WhatsApp, то Siri зачитает только то сообщение, которое было первым. Второе она не зачитает. Но все равно можно считать это уязвимостью и, возможно, Apple это поправит в ближайших обновлениях. Пока на актуальной версии прошивки это так. Как говорил один мой коллега, который все время снимает эти выпуски, это было главное за 22 марта 2018 года. Всем пока.